Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Богдана и Жени. Сегодня у ребят уже третий этап соревнования, так что, Богдан, Женя, половина пути пройдена. Сейчас включаемся еще в более активную борьбу, чтобы стремительно приближаться к победе. Итак, для начала вам предстоит, ребята, отгадать тему нашего сегодняшнего соревнования. Каким образом? Я вам загадаю загадку, а отгадку вам надо будет написать на листочках. И кто это сделает быстрее, тот от меня заработает первую фишку. Договорились? Да. Отлично, тогда читаю загадку. Если речка по трубе прибежала в дом тебе, воду всем жильцам дает, что это? На скорость, фишка, фишка на кону, фишка, фишка. Жека, конечно, быстрее улететь. Не подглядываем, Жень. Что у тебя, Богдан? Водопровод. А у Женечки кран. В этом случае прав Богдан, и он зарабатывает первую фишку. Ну ничего, еще все испытания впереди, это была только разминка, мы отгадывали тему. Итак, ребята, именно проводопровод в квартире, чем он полезен и какие неприятные ситуации могут возникнуть, пойдет сегодня речь. Но чуть позже, а сейчас время нашего первого конкурса. Итак, я вам выдам по несколько карточек, ребята, держите по стопочке. А на стендах у вас уже есть по две, одна красная, одна зеленая. Вам, ребята, необходимо расположить под зеленой карточкой правила поведения при возникновении экстренной ситуации, правильные правила поведения. А под красной те правила, которые нам не подходят, что нельзя делать, когда возникла экстренная ситуация. Понятно? Под зеленой карточкой то, что нужно делать, если случилось какое-то несчастье, а под красной то, чего делать нельзя. Каждый правильный ответ, ребята, стоит сегодня уже две фишки. И целых две фишки заработает тот, кто справится быстрее. Но справиться при этом нужно абсолютно верно. Ну что, вам все понятно? Да. Готовы? Тогда начали! Так, Женюша справилась, да? Хорошо. Ждем Богдана тогда. Если у тебя, Жень, все верно, то за скорость получишь две фишки ты. Итак, и Богдан справился. Хорошо. Ну что ж, поскольку Женька справилась первой, мы с нее и начнем. Итак, сначала давайте проверим правильное действие. Позвонить родителям. Так, верно, действительно. Отойти на безопасное расстояние. Тоже правильно. Здесь что, Жень, написано? Вызвать МЧС. И это верно. Все хорошо здесь. А теперь проверим то, что ты считаешь нельзя делать при возникновении экстренных ситуаций. Итак, громко кричать и размахивать руками. Действительно, тут, горе, этим не поможешь. Второе, Жень, что здесь написано? Самому устранить проблему. Ни в коем случае нельзя. Хорошо. Дальше. Позвонить друзьям. Позвонить друзьям. Да, нельзя размениваться по мелочам. Никаким друзьям звонить не нужно. И попытаться подойти поближе. Нет. Ни в коем случае. Женечка, большая умничка. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 верных ответов. За каждый правильный ответ 2 фишки. Итого 14 фишек, Жень, ты заработала. Молодец. И плюс 2 фишки за скорость. Жень, у тебя уже 16. Так, сейчас, Жень, посмотрим, как справился с заданием Богдан. Итак, под красной карточкой у нас. Позвонить друзьям не будем звонить. Правда, Богдан? Самому устранить проблемы тоже не будем. А здесь что написано? Читай. Хочу знать. Попытаться подойти поближе. Нет. Нет, ни в коем случае. Здесь, Богдан, что мы делаем? Позвонить родителям. Верно. Громко кричать, размахивать руками. Нет, неправильно. Вот она сюда мы ее поместим. Неверно. А здесь что? Вот айтина без опасности. Абсолютно верно. И вызвать МЧС. Молодец. Хорошо. Неплохо, в принципе, одна ошибка. Поэтому 6 правильных ответов. За каждый ответ по 2 фишки. Итого у тебя 12 фишек. Давайте присядем и получим то, что заработали. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, еще одну, 14. Богдан, поставь ближе коробочку свою. Сейчас тебе насчитаю. Так, здесь 7, 7, 9, 11, 12. Итак, ребята, итоги подведем чуть позже, в конце передачи. А сейчас время встречи с нашей хорошей знакомой Марии Александровной. Вы уже готовы? Она тоже вышла с нами на связь. Внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. Всем привет. В прошлой программе мы уже успели поговорить о прорыве трубопровода на улице. А сегодня поговорим о порыве водопроводных труб в доме. Ребята, как вы думаете, что нужно делать в такой ситуации? Как думаете, если вдруг прорвало трубу в доме, что делать у вас в квартире? Примчай свалить. Так, хорошо. Жанечка, а ты как думаешь? Или позвонить родителям. А если они дома, то тогда сказать им. Правильно, молодец. Ну, давайте еще послушаем Марию Александровну. Ребята, в случае, когда вы обнаружили, что из трубы течет вода и заливает квартиру, и рядом с вами находятся родители, просто сообщите им о случившемся. Если взрослых поблизости не оказалось, сохраняйте спокойствие. Расскажите соседям о проблеме и попросите вызвать аварийную службу. Или сообщите спасателям по телефону 101 или 112. Помните, самостоятельно пытаться устранить течь из трубы может быть опасно, так как при порыве трубы с горячей водой можно получить ожог кожи. До устранения аварийной ситуации дожидайтесь помощи на безопасном расстоянии. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, третий конкурсный день тоже подходит к своему завершению. Но еще одно решающее испытание. Серьезное, скажу я вам сразу, испытание. Мы, кстати, с вами давно не разгадывали загадки. Давайте-ка этим сейчас мы и займемся. Заодно проверим, насколько грамотно вас научили писать в школе. Ребята, скажу сразу, что задание не из легких. Но вы, соперники, сильные. За каждый правильный и быстрый ответ заработаете три фишки. А просто правильный ответ будет стоить две фишки. Подсказку одну даю. Отгадки – это опасные явления природы. Ну что, готовы? Да. Хорошо, тогда отправляйтесь к своим стендам. Итак, ребята, внимательно слушаем первую загадку. Раскаленная стрела дуб свалила у села. Задание на скорость. Богдан. Ты зачем подсматриваешь? Скажи, пожалуйста, Богдан, огонь – это явление природы разве? Нет. Нет, неверно. Женечка определила как гроза. Ребята, ни Женя, ни Богдан, вы неправильно отгадали эту загадку. Потому что отгадка здесь – молния. Молния – раскаленная стрела, которая валит деревья. Так, фишки остаются у меня, а я читаю следующую загадку. Загремел на небе гром, сотрясается весь дом. Я зажмурила глаза, что на улице? Согремел на небе гром, сотрясается весь дом. Я зажмурила глаза, что на улице? Итак, ребята, отгадали эту загадку? Вы верно, правильно, и одновременно, и очень быстро. Поэтому каждому из вас я даю по три фишки. Молодцы. Сейчас прочту вам еще одну загадку. Итак, слушаем. Веселые тучки резвились, шутили. Не вовремя тучки меня разбудили. Я очень устал и вставать не хочу. На них рассердился, теперь грохочу. Тучки резвились, резвились, разбудили кое-что, кое-кого. И теперь он сердится и грохочет. Кто грохочет, что грохочет? Опасное явление природы. Жень, что у тебя? Гром у Жени и дождь у Богдана. В этом случае абсолютно верно. Разгадала загадку Жени. И получает две фишки за правильный ответ. Молодцы, ребят. Присаживайтесь. Так, ребята, испытания все на сегодня закончились. И осталось посчитать, сколько фишек заработали в третий конкурсный день. Быстренько, пожалуйста, сосчитайте. Девятнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Так, хорошо, ребята, третий конкурсный день завершился практически с равным счетом. У Женечки двадцать фишек, у Богдана девятнадцать. На сегодня все. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова